Мода – это не только про подиумы и кутюрь и мировой известности. Одежда и стиль показывают настроение в обществе и отражают эпоху. Кроме того, трендовое обновление гардероба и макияжа – возможность посмотреть на себя с другой стороны и дополнить привычный образ. Устаревшие, безвозвратно ушедшие в века вещи зачастую смотрятся на современных женщинах нелепо и безвкусно. Давайте выясним, какие девять элементов выдают старомодную женщину. Статья не призывает выкинуть любимую одежду и полностью сменить внешний вид. Она только дает возможность взглянуть на повседневный образ по-новому. 1. Мини и декольте. Прошли те времена, когда женщина рассматривалась исключительно в образе хищницы, охотницы за мужскими сердцами. Современная женщина – разносторонняя и развитая личность, которая может пленить мужчину не глубоким вырезом, а отличным чувством юмора и глубиной суждений. В моде естественность и уверенность. Женщины одеваются так, как им удобно. Если не собираетесь в ночной клуб демонстрировать стройность ног, смело надевайте юбку миди, свитер оверсайз, платье, рубашку, джинсы, обувь на устойчивом каблуке. Вся эта одежда ничуть не лишена женственности. Напротив, делает образ стильным и привлекательным. 2. Высокие каблуки. Шпильки уместны на красной дорожке. Хотя, даже там женщины выступают против такого строгого дресс-кода. Высокие шпильки в повседневной жизни неудобны и вредят здоровью. После целого дня на каблуках болит спина и ступни, со временем могут появиться проблемы с суставами. Подтянутые икры и увеличенный на 10 см рост не стоят таких мучений. Современные женщины выбирают удобную обувь, в которой можно чувствовать себя свободно и естественно. Не обязательно ходить только в кроссовках и кедах. Правильно подобранные туфли на устойчивом каблуке, лоферы, макосины, босоножки, мюли, саба смотрятся женственно и не вызывают дискомфорта. 3. Лаковые колготки. Блестящие как бока лошади колготки признак безвкусицы. Возвращаемся к двум предыдущим пунктам. В моде естественность. Если не хотите ловить на себе недоуменные взгляды, выбирайте телесные матовые колготки и чулки. Они подходят под одежду любого цвета, уместны на работе и в ночном ресторане. В холодное время года под пальто, пуховик или шубку можно надеть черные или серые колготки, но также без блестящего эффекта. 4. Сочетание аксессуаров. Еще не так давно подходящие друг к другу по цвету и фасону перчатки, сумочка, обувь, шарф считались эталоном вкуса. Сегодняшняя мода разрешает полет фантазии. Белая сумка к красным туфлям, бордовые перчатки к синему клочу, желтая шапка к оранжевому шарфу теперь выдают модницу. Несмотря на то, что больше не нужно покупать комплекты, все же стоит обращать внимание на сочетание цветов. Воспользуйтесь цветовым кругом и подберите аксессуары подходящих цветов. 5. Массивные украшения. Крупные камни в ушах, колье с большими цветами, перстни проблематично подобрать к повседневному гардеробу. Такие украшения идут далеко не всем женщинам и в большинстве случаев утяжеляют образ, они подчеркивают хрупкость. Массивные камни выглядят старомодно, а если это недорогая ювелирная работа, то зачастую дешево и безвкусно. Подчеркните женственность нежными украшениями. Скромный кулон, тонкий браслет, виток кольца, гвоздики придадут изюминку, сделают образ воздушным и естественным. 6. Низкая посадка. Джинсы и брюки с низкой посадкой, так долго державшиеся в гардеробе модниц, потеряли свои позиции. Вернулись высокие «мальвины» из 90-х, высокая посадка имеет множество преимуществ. Она гармонично скрывает животик, подчеркивает талию, выравнивает линию бедер. Джинсы с укорочиной талией хорошо смотрятся только на худых девушках с узкими бедрами. В противном случае над верхней линией нависают бока и живот, а, разрезанные, бедра кажутся шире. Все это создает нелепый и безвкусный вид. 7. Массивные заколки и резинки для волос. Тут все как с украшениями. Естественность и утонченность – наше все. Массивные резинки и заколки удешевляют образ, делают его более домашним. Дома подхватывайте волосы чем угодно, а для выхода – свет, вместо пухлых резинок со стразами, бантиками, бусинами – купите тонкие резинки в цвет волос. Идеально закалывать локоны невидимками и шпильками. 8. Лак для волос. В моде на прически также прослеживается тенденция к естественности. Стоящие колом, локоны, искусственные кудри, сложно завернутые пряди не актуальны. Даже невесты перестали делать сложные прически с помощью шпилек, резинок и лака для волос. Выходят замуж, проводят деловые встречи, гуляют в парке с косами, легкими воздушными локонами, хвостиками. Простая укладка с легким эффектом растрепанности – то, что надо. 9. Сложный маникюр. Да, неестественно длинные ногти, стразы, бусины, яркие рисунки – признак безвкусицы. В моде ровные однотонные ногти. Лак может быть блестящий или матовый. Цвет должен сочетаться с гардеробом. Для повседневного маникюра лучше выбрать оттенки бежевого или розового. Так руки будут выглядеть ухоженными и естественными. Автор статьи – Наталья Стрельникова. Вам будет интересно – 5 моделей юбок, которые выгодно подчеркнут фигуру с недостатками, 36 фото. 5 моделей платьев, которые идеально сидят на полных женщинах. 7 – волшебных моделей юбок, которые сделают любую фигуру идеальной. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях нам будет приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!